Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео о пыреи ползучем. Злостный сорняк и сильнейшее лекарство. Почему кошки и собаки едят пырей? Важные данные, уникальные истории, сведения, важные рецепты и многое другое в этом видео и прямо сейчас. Пырей относится к семейству злаковых, стебель, соломина, соцветия колос, плод, зерновка. Пырей это род, существует более ста видов пырея. Само слово пырей происходит от очень древнего прославянского корня пира или хлеб-рож. И действительно, он в определенных условиях способен оправдывать это свое древнее название. А вы знали, что при скрещивании пшеницы и пырея ползучего были получены пшенично-пыреевые гибриды, которые давали высокий урожай, были устойчивы к любым вредителям, стрессам, морозам, вымоканию, вымерзанию и, внимание, были многолетниками и размножались корневищем. То есть не надо было сеять зерно каждый год. Почему промышленно не стали применять этот уникальный гибрид, это уже совершенно другой вопрос и, скорее всего, риторический. И да, пырей действительно ползучий. Достаточно одного сантиметра корневища пырей, всего лишь с одной почкой, чтобы корневища разрослись тысячами метров. По сути, пырей на отдельно взятом поле или огороде – это единый организм, состоящий из отдельных растений, но объединяющий их подземным единым корневищем. Сакрально, но факт, вернее, сакрально и факт, что после 22 июня корневища начинают расти вниз, а не горизонтально, как до того. Они начинают утолщаться и формируют клубеньки для накопления важных питательных веществ для перезимовки. В хороших условиях на рыхлых плодородных почвах пырей размножаются только корневищами и не утруждают себя цветением. Семена же образуются при уплотнении и иссушении почвы в сухие годы и при затрудненном развитии корневищ. Но корневища пырей ползучего в почве могут достичь нескольких сотен километров по общей своей длине на один гектар площади, представьте себе. И в этом случае на них насчитывается около 250 миллионов почек, способных развиться в полноценное растение. Каждая из которых способна дать побег и образовать самостоятельное растение. Вот это сила. Но именно это его агрессивной живучестью и силой и обусловлены его несомненные целебные свойства. Кстати, прополка при борьбе с пыреем ничего не дает. Единственное средство это полная выборка корневищ при перекопе. Причем это проще гораздо будет сделать до 22 июня, пока корневища не начнут прорастать глубоко вниз в почву. Ну а второй вариант это толстый слой мульчи, не менее 20-30 сантиметров. Например, древесные щепы. Благодаря содержащемуся в пыреи агропирену, он не вымерзает зимой ни при каких морозах. И потому произрастает вплоть до крайнего севера дозон леса тундры. Пырей это растение, которое в голодные годы помогало выживать, как сныть, лебеда, крапива, мокрица и одуванчик. Кстати, эти видео я уже делал, выпускал. Посмотрите их непременно, если еще не видели. Ссылки будут под этим видео в описании. Пырей заслуженно называют жилами земли. Он достает из глубинных слоев почвы многие ценные минералы. Тот же кремний, к примеру. При подагре пырей выводит из организма мочевую кислоту и потому рекомендуется при подагре, ревматизме, при артритах, артрозах, лечит циститы, пилонефриты и другие болезни почек и мочевого пузыря. Пырей очищает кровь и кожу, лечит диатезы и экземы. Это сильное противовоспалительное, патагонное и мочегонное средство. Помогает пыре бороться и с сединой и активирует рост волос. Применяется он и при рахите, при анемиях, при проблемах с ЖКТ, при заболеваниях печени и для улучшения сна. В корневище имеется полисахарид инулин, который снижает риски возникновения сахарного диабета второго типа. Нормализует пыреобменные процессы и очистительные, и восстанавливает силы. А кремний, содержащийся в больших количествах пырей, способствует усвоению и кальция, и цинка, и других важных минералов. Кремний укрепляет кости, предотвращает ломкость волос и ногтей. Кремниевая кислота, которая находится в пыре, способствует ускоренной регенерации тканей, укреплению стенок капилляров кровеносных сосудов и уменьшению воспалительных процессов в организме. Еще Авиценов в своем каноне врачебной науки писал о пыре ползучем, что он полезен при свежих ранах, если приложить его к ним, особенно его корень, обладающий свойством заживлять. А также он писал и о других свойствах пырея. Корневища пырея широко применялись в лечебных целях еще в Древней Греции, Древнем Риме, в средневековой народной медицине, а также широко используются в современной народной медицине даже европейских стран. И, конечно же, в гомеопатии. Польша, например, экспортирует корневища пырея в Западную Европу. Когда-то такой экспорт проводила и Россия. Например, только из Воронежской губернии в Европу вывозили до нескольких сотен пудов сырья ежегодно. Препараты из пырея ползучего быстро излечивают фрункулез, помогают при юношеских, так называемых, угрях, при акне и других кожных заболеваниях. Помогают они и при различных диатезах, при рахите и геморрое. Например, показаны ванны из пырея. Хотя о геморрое у меня есть отдельное видео, посмотрите его, кому будет интересно. В болгарской терапии применяется пырей в комплексном лечении экземы нейродермита, почесухи крапивницы, в лечении коллагенозов, облысении и поседении волос. И это действительно возможно. У меня выходило видео о седине. Корневища пырея собирают поздней осенью или ранней весной в сухую погоду. В кулинарии делают супы, применяют как загуститель и питательную добавку. Выпекают из пырея хлеб из перемолотых сухих корневищ. Варят псевдо-кофе, как и из корневищ цикория. Пырея избавляет организм от продуктов распада антибиотиков и их последствий. А если его на пар применять в дни прохождения очищения организма от тяжелых металлов и радионуклидов с помощью гриба-дождевик, то эффективность и охват очищения организма в этом случае усилится. Чтобы вы понимали, о чем речь, посмотрите мое видео «Гриб-дождевик». Можно применять на пар корневища пырея и при прохождении антипроизитарной программы для детей от 3 лет в щадящем режиме, которым нельзя применять взрослые программы, применяя помимо пырея огневку ультра и семена укропа. А вот вам универсальный рецепт на пара корневища пырея. При хроническом панкреатите, воспалении верхних дыхательных путей и других проблемах по назначению делается отвар корневищ пырея ползучего таким образом. Нужно взять полторы-две столовых ложки сухого измельченного корня пырея, залить одним стаканом горячей воды 80 градусов на 30-40 минут в термос, настоять в термосе, процедить, отжать и пить этот на пар 3 раза в день до еды минут за 15-20 по 1 треть из стакана. Пырей применяют и при заболеваниях печени, при гепатитах, при липодистрофии, циррозах, применяют и при болезни желчного пузыря и желчных протоков, желчекаменной болезни, особенно вместе с другими травами. Кроме того, систематический прием пырея способствует уменьшению уровня холестерина в крови. При камнях в желчном пузыре пить пырей после применения дикого меда. А при чем тут дикий мед и как он может растворять камни в желчном пузыре? Смотрите вот это данное мое видео. А на пар делается тот же самый, вот как я только что описал, при любых показаниях к применению. По сути это универсальный рецепт. А всевозможные вариации, которые вы можете найти в книгах и интернете, не имеют большого значения. Не забивайте себе голову тысячами разных рецептов. Вполне силен и подойдет этот единственный. Но правда есть еще один старинный рецепт и именно получение живой сырой вытяжки. Например, при бронхолегочных проблемах, да и не только. При кашле, связанном с простудой, воспалении верхних дыхательных путей, беру две столовые ложки сухого сырья, измельченного корневища пырея, заливаю двумя стаканами обычной холодной, но качественной воды, профильтрованной, если вы живете в городах, настаиваю 12 часов, то есть по сути ночь, процеживаю и принимаю 3-4 раза в день по полстакана. Идеально воду, которую вы зальете, корневища пырея, настоять на шунгите. Еще лучше после настаивания на шунгите прогенерировать в генераторе водорода. О чем речь? Вот это мое последнее видео на данную тему. Посмотрите, ссылка будет в описании. Дорогие товарищи, а хотите, чтобы я снял видео о лечебных свойствах спороша или, например, бессмертника, может быть, чистотела? Рассказал бы, откуда пошли исторические такие названия? Раскрыл бы эти темы кратко и очень полно, как, собственно, и другие мои видео по данной тематике? Напишите тогда в комментариях под этим видео об этом. Для вас написать это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, чтобы я свое время не тратил зря. Может быть, это не будет интересно никому или малому числу людей. Поэтому не ленитесь пишите. А также очень рекомендую, посмотрите вот это мое видео со второго моего канала «Жизнь на земле» о высадке тысяч различных растений в моем хозяйстве. Видео на этом канале немного, но все последние видео очень интересны и поучительны. И про строительство, и про аквапонику, и про теплицы, и зимние сады. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Летом собирают траву пырея, сочную и свежую, и сушат ее для чаев. Верхушки мягкие и нежные, лучше состригать ножницами, это удобно. Из молодых свежих листьев можно делать сок и его пить. Как это делают очень многие люди, получая сок из молодых ростков пшеницы, то есть тот самый видграсс, известный многим. Ну и тут то же самое. По одной столовой ложке сока до или после еды, после у кого язвы, к примеру. И ведь мягкую и сочную траву пырея любят не только коровы, козы и другие травоядные млекопитающие, но и куры. Ведь в них много хлорофила, а он очищает кровь и лимфу, восстанавливает ткани легких бронхов, лечит суставы, укрепляет связки и кости. Городские кошки, приехав на дачу с их хозяевами, сразу начинают есть пырей, ведь они чистят почки. А кошки очень часто, да почти все, страдают мочекаменной болезнью из-за кормления их жаренными промышленными комбикормами. А поедая пырей, они растворяют и освобождаются от песка и камней в почках и мочевом пузыре. Лечат пырей и суставы, восстанавливает хрящевую костную ткань. Разумеется, и собаки, как и кошки, едят пырей. Многие люди говорят, едят траву, мол. Так вот, именно пырей они и едят, а не просто какую-то траву. Скажу вам, как готовить очень интересный салат из пырей. Берутся свежие молодые корневища, 120 грамм. Их надо вымыть и пропустить через мясорубку или очень мелко нарезать. Добавить репчатый лук, грамм 20-25, моркови, грамм 30-40, щавеля, грамм 5-10, а лучше лебеду, укропа, грамм 5. Заправить это льняным маслом, ну или хорошим качественным майонезом, например, вот таким. Добавить соль по вкусу, конечно, лучше гималайскую. Можно черный перец. Хорошо бы добавить кедровые орешки или очищенные семена конопли и готов прекрасный салат. Конечно же, туда можно нарезать и какие-нибудь грибы, например, вешенки или шампиньоны. Или белые, или иные. Можно посыпать сушеными белыми грибами в качестве приправы. Сушка травы и корневищ производятся в тени, тонким слоем. Особенно корневищи нужно постоянно переворачивать, сушить в тени и в проветриваемых помещениях, например, на чердаках или на печах. Корневища нужно резать мелко, кусочками по 2-3 сантиметра, впрочем, как и траву. А из высушенных листьев пырей делается чай. Одна чайная ложка сушеной травы, измельченной, берется на стакан воды и запаривается при 70-80 градусах в термосе на 30 минут. Если же свежая трава, то ее берется 2 столовых ложки. Такой чай растворяет и камни в желчном пузыре. К этому чаю можно добавить одну чайную ложку дикого меда или бортевого, лучше всего перезимовавшего в ульях с пчелами. Такого меда после зимовки остается немного, но он полностью ферментированный и имеет уникальные лечебные свойства. Под видео будут ссылки на данный мед. А вот как делается противоопухолевый напар, комбинированный. Он состоит из смеси. Берется по 1-3 корней, одуванчика, пырей, лопуха, мелко измельченных. Две столовые ложки этой смеси заливаются полулитрами воды при температуре 70-80 в термос минут на 40. И три раза в день пить этот напар, он очень сильно укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительными сильными свойствами. Корневища пырея обожают грузуны. И это не просто так. Государственная служба здравоохранения Германии указывает следующие области применения корневищ пырея. Для увеличения мочи отделения при воспалительных процессах в мочевыводящих путях. Как добавка, при лечении катара в верхних дыхательных путей использование пырея показано для изготовления целебных ванн с настоем травы при диатезе, то есть золотухе, при геморрое и при рахите. А при цистите настой с корневищ пырея ползучего можно делать следующим образом. Берется 2 столовые ложки корневища пырея на 500 мл воды. Корневища пырея вечером заливаются водой при температуре 80-90 градусов, настаиваются в термосе до утра, процеживаются и выпиваются в течение дня в три приема в теплом обязательно виде за 20-40 минут до еды и курс длится от двух месяцев. Но есть у пырея и противопоказания, хотя не условные. Например, лечение детей до двухлетнего возраста не рекомендуется беременным женщинам, хотя как раз беременные кошки едят пырей и это благотворно сказывается на здоровье кошек и их потомстве. Но вот что очень важно, внимание, пырей ползучий бывает заражен ядовитым грибком, не грибом, а грибком с пыронией. Внимательно смотрите корневища и отбраковывайте растения с малейшим черным налетом на них. Ну вот, пожалуй, и все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово еще в ютубе под этим видео, откроются ссылочки, но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.